Всем привет! Основные новогодние праздники закончились, но зима-то продолжается, и поэтому хочется чего-то сытного, вкусного, мощного, русского такого. В общем, у меня есть грудинка. Только грудинку я выбираю не так, чтобы там было 99% сала и одна тоненькая прослойка мяса, а наоборот. Я стараюсь выбирать, чтобы мяса было больше, сала было меньше. Просто эта часть сама, так сказать, свиньи, она вкуснее, чем все остальные. Главное, подглядывайте, вот здесь бывают лимфоузлы вот такие вот, их, конечно, лучше убрать. Ну, в общем, когда вы что-либо готовите, нужно всегда за этим наблюдать. Кому будет интересно, можно даже погуглить просто, у барана такое огромное количество этих лимфоузлов, которых мы даже не знаем, у свиньи, у говядины, они есть. Но удаляют только у барана, потому что баран и так по себе очень ароматный. Итак, что, значит, делаем дальше? Есть масса вариантов о том, как ее запечь, как, что с ней сделать в китайском стиле, как ее... Как ее, соответственно, там сначала варить, жарить, еще что-то. Все знают, что есть такая штука, как сало, вареное в луковой шелухе. Это такой русский, деревенский, простятский вопрос, когда нету коптилки, где ты можешь закоптить сало. И это такой вариант, отдаленно напоминающий копчение. Я же хочу сегодня сделать и не такой вариант, и не такой вариант. То есть, ни вашим, ни нашим. Я хочу сделать ее, отварить в бульоне с луковой шелухой. Но только бульон этот будет на азиатский манер. То есть, так, как делают салат уши по-китайски, кто любит китайскую кухню, знают, что есть такая вещь, как свинные уши, отваренные в специальном бульоне. Они потом шинкуются и уже в тарелке собираются с разными там доп. ингредиентами и с заправкой из кунжутного масла. Но не суть. Грудину, короче, я делаю что-то среднее между азиатской и русской кухней. Я ее кладу вот сюда вот в кастрюлю. Две палочки корицы. Целиком. Две палочки корицы. Потом чеснок. Можно раздавить, можно не давить. Три больших зубчика. Грудинки у меня примерно где-то 600 граммов. Три больших зубчика чеснока. Все сюда. Перчик лучше всего добавлять, конечно, сухой. Но сухого у меня не нашлось. Ну, то есть, надо было высушить, конечно, его. Но зеленый сушеным можно сделать. А вот сушеный уже в обратную сторону не получится. Поэтому я использую свежий. Чили перчик обязательно. Имбиря. Имбиря не жалейте. Имбиря должно быть достаточное количество. У меня здесь... Ну, видите, что я прям не жалею. И еще столько же. Сюда обязательно нужно добавить две звездочки бадьяна. Две звездочки бадьяна больше нельзя. Иначе будет слишком пряно. И буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, десять-двенадцать звездочек гвоздиков, гвоздики. Буквально. Так, лук. Обязательно. Вообще, чаще всего, я рекомендую, если у вас, например, завалялись зеленые вот эти вот листья от лука порея, то чаще всего их туда так вот крупными кусками и бросают. Но сейчас, знаете, лук порея зимой дорогой. А репчатого полным-полно. Поэтому не надо его не обжигать, ничего с ним делать. Его нужно прям целую луковицу добавить вот сюда. Где душистый перец? О, вот он. Так, душистый, ямайский, английский. Кто его как называет? Немножко надо. Небольшое количество. Оп. Кто-то добавляет еще сычуанский, но я считаю, что сычуанский перец добавлять сюда ни в коем случае не надо. Это вообще перец, который, ну, таким особенным является. Куда попало, добавлять его не надо. Некоторые думают, что, мол, типа, если это китайская кухня, то нужно все китайские ингредиенты сложить в одну кастрюлю. Нет. Каусинское вино, но это такое столовое, ну, в смысле для приготовления еды из китайской кулинарии вино, которое очень тяжело найти. И поэтому его просто заменяют уксусом. Ну, я заменяю. И, конечно же, соевый соус. А вот соевого соуса сюда нужно, как бы это сказать. Я его просто хочу взвесить. Значит, смотрите. Подарили мне висы, блин, они не работают вообще. Не пойму, как это может такое быть. Тара. Так. Вообще, когда я был на практике у китайского шефа, он мне говорит, 50% соевого соуса должно быть при варке ушей. В моем случае грудинки. Я пробовал, вы знаете, получается довольно соленый. Я предпочитаю, знаете, там один, наверное, один к четырем, то есть 25% от воды. Поэтому сейчас нужно посмотреть, сколько у меня будет здесь соевого соуса. Соевый соус используйте не самый любимый, а самый, так сказать, какой-нибудь шняжный. Да, 200. Да, короче, 204. Ну, понятно, что не буду оставлять мелочевку. Так, теперь воды холодной. Один к четырем. Ну, в общем, вот так вот, 800, да. Плюс 800 на литр получается, да, 800. Значит, 200, это одна пятая часть, да. Соответственно, 4 части воды, одна часть соевого соуса, 2 столовые ложки уксуса. Теперь мы ставим это все вариться. Ароматом лука пахнет, конечно. Да, перед тем, как мы ставим вариться, мы добавляем луковую шелуху. Во-первых, она даст дополнительный цвет. Во-вторых, даст такой привкус. Привкус, который у меня должен быть в свинении. Потому что самая главная идея этого рецепта, в том числе, вы знаете, я вырос в деревне, это уже я тысячу раз говорил. Так вот, есть любители, которые вот ценят и любят сало такой толщины, где нету ни капли мяса, прям настоящее сало. Вот этот вот жир, если он вдруг как-то неправильно выкормлено свинья, там он может полежал где-то, он начинает быть невкусным. То грудинка, это такая вещь, которая, знаете, с мясом. Ее всегда люди едят. Ее коптят, она продается в магазинах, копченая. Люди специально ее покупают для того, чтобы кайфануть от соотношения сала и мяса. Так вот, когда каким-либо способом, с луковой шелухой, или с тмином, или еще с чем-то, ее вываривают и насыщают разными штуками, размягчая мясо, то потом она становится как заготовка, как обычное сало, только в 10 раз вкуснее. Значит, вариться она у меня будет ровно час. Ровно час, а потом я в кастрюле ее остужаю. Ну, то есть, она должна вся остыть в кастрюле. Тогда мясо само по себе, как часто делают, вытаскивают оттуда, мясо горячее, выгоняет влагу. Я оставляю все. Это чисто китайская технология, только немножко вот на такой русский манер. Смотрите, что нужно. Свининка остыла в бульоне прям. И, соответственно, остается сочной. Но прежде чем вы ее нарежете, нужно ее обработать чесноком. Ну, во-первых, грудинка с чесноком гораздо вкуснее. Во-вторых, ну, а как у нас сало без чеснока бывает? Это, конечно, не совсем сало, но все-таки. Почему нужно, чтобы остывало мясо в воде? Во-первых, оно доваривается. Понятно, что само мясо, то бишь, вот эти вот мясные волокна, вот эти мясные волокна, они не будут мягкими, да? В промежуточном состоянии, когда они не мягкие, не твердые, их с ними очень тяжело бороться. Ну, не бороться, вернее, а жевать и так далее. Свинина все равно мясо суховатое. Как ни крутите, как вы не спорьте, не пишите мне в комментариях, все равно я буду утверждать, что свинина это сухое мясо. Единственное, что более-менее сочно, это шея и в виде шашлыка. Все остальное сухо. Поэтому здесь вместе с салом грудинка и выигрывает, в общем, в какой-то мере. Потому что здесь можно это все, ну, с помощью жира и с помощью вот этой технологии остывания в бульоне, можно сделать ее гораздо вкуснее. Вот вы, например, пришли с работы, у вас есть кусок вот такой подобной свинины. Ну и бросьте его, специями закидайте, отварите. Там час-полтора она варится, и потом оставьте на ночь ее остывать в кастрюле. Она у вас остынет, с утра будет огонь. Ну, понятно, что вы на завтрак ее есть не будете, поэтому с утра, потратив 15 минут, вы ее просто из кастрюли перенесете в холодильник, а вечером у вас будет закуска. Вы же все равно, ну, не варите только борщ, например, или только котлеты. Вы делаете несколько вариантов. Вы с утра на завтрак готовите омлет, в обед вы кушаете там в ресторане или где-то на работе. Ну, а к вечеру пришли домой, представляете? Вот так вы весь день будете мечтать о том, чтобы попробовать такую сочную, вкусную, ароматную грудинку. Пергамент. Давайте промасленной стороной. Теперь грудинку. Смотрите, все вместе. Стоу маленький. Смотрите, все вместе. Луковая шелуха. Луковая шелуха. Соевый соус. Далее результат. Кожица мягенькая. Тут все. Холодецик дребезжит. Мясо тут везде у нас. Вон оно. Пытается отвалиться. В общем, когда остынет, все это стабилизируется. Превратится просто в какой-то шикарный, шикарную закуску. Чеснок. Прямо так вот. Берете, намазываете. Тут по вашему желанию. По вашему желанию. Тут количество чеснока. Я думаю, если вы хоть раз пробовали сваренное в луковой шелухе сало и потом после этого попробуете вот это, вы вообще никогда не будете готовить сало в луковой шелухе. Реально, я вас вот уверяю. Грудинку отправляем в холодильник. Хотя бы 2-3 часа для того, чтобы она вот, вот эта вот жирокожная часть немножко стабилизировалась тогда, чтобы можно было нормально резать. Потому что когда вы в магазине покупаете карбонат, он ведь плотный, или там грудинку, она же плотная. А это потому, что она стабилизировалась в холоде, ну то есть остыла. Но есть, конечно, можно и сейчас. Чеснок аж через бумагу проходит. Ну что ж, пришло время, что развернуть и отрезать кусочек. Попробовать, какова же получилась наша грудинка. Вот она остыла. Вот она какая получилась. Посмотрите, кожа уплотнилась. Начнем резать с этого края, думаю. Я готов. Потрясающе. Потрясающе, господа и дамы. Посмотрите, какое это чудо. Грудинка. Сильно тонкими кусочками нельзя. Очень мягкое разваристое мясо может развалиться все. Теперь, когда у нас грудинка нарезана, нужно нарезать то, на что ее мы отправим. Так, тут пузыри большие. Чабату выпекут, да? Ты такой режешь раз, а тут у тебя чабата не так уж и много. Такие два отсутствия теста и так далее. Шучу. Нет, классно, что в чабате есть дырки. Что бы я сюда добавил еще? У меня есть в заначке моя любимая капуста кимчи. Маринованная. Я ее, видите, обстригаю. Тут уже обглодыши остались. Это очень вкусно. Грудинка такая, с ароматом корицы, аниса. Как раз к ней капуста кимчи будет вообще бомбически подходить. Грудинку должны сопровождать ароматные, вкусные, острые нотки. Так, теперь вот сюда. Грудинку раз кусок, два кусок. Мощный бутерброд должен получиться такой кусайшего. Прям классный. Ощущаю, что ты прожил этот день не зря. Что весь вкус. Так. Очень нежная грудинка. Вот этот кусок мяса, самый верхний, он подсох. Ну, как я говорил, каждый раз убеждаюсь, что свинина сухое мясо. Но, когда начинается вот эта прослойка, а не, этот тоже, тоже сухарь. Ну, давайте-ка я вот так сделаю. Верхний сухарь, да. Потом прослойка идет. Средний. Ну, там волокно другое, поэтому кажется, что как будто он не сухарь. Но на самом деле сухарь. А вот это, конечно, вкусно. Жир вытопился, уплотнился, здесь чеснок. Если это все еще капусточка кимчи. Итальянская чебата. Бомба, дорогие друзья. Вот я уже говорил один раз, что если вы попробуете такой способ, то забудете, как варить в шелухе. В моей шелухе вы будете варить всегда и будете вспоминать. Скажете, какой все-таки был классный, вкусный рецепт. Вот, я буду дожевывать. От вас с удовольствием выслушаю все комментарии. Может быть, там ваши советы какие-то, что можно сделать, так далее. Лайки. Перепосты. Рекомендации. От души, от всего сердца. Пока. Приятного аппетита вам.